Дольщики сумели объединиться и стали на шаг ближе к долгожданному новоселью. Обманутые соинвесторы дом на улице Димитрова, 74, уже 9 лет ждут свои квартиры. Решили достроить многоэтажку сами, заручившись поддержкой городских властей. Решением проблемы обманутых дольщиков сегодня занимаются на всех уровнях власти. Только в 2012 году в Самаре удалось ввести 6 проблемных объектов. Дом стоит, только свет не горит, потому что стоит он незаконно. Застройщик без всяких разрешительных документов в начале 2000-х начал возводить пятисекционный дом. Собрал средства с дольщиков и стал создавать видимость работы. Через 5 лет люди поняли, с такими темпами жилье не получить и подали на застройщика в суд. Тому дали 5 лет условно, но оттого теплее тапочки в съемных квартирах не стали. Люди решили достраивать дом самостоятельно. Организовали некоммерческое партнерство, собрали необходимую сумму, оформили документы на аренду земли и сделали новый проект. К сожалению, очень сильно затянулся этот вопрос. Именно это связано с тем, что действительно сложная ситуация вокруг нашей площадки. Но сегодня, я, наверное, очень счастливый человек именно сегодня, потому что только что глава города пообещал, что завтра, во второй половине дня, мы получим разрешение на строительство. Глава Самары обещал оказать содействие и в организационных вопросах, оформить техническую документацию и получить консультацию юристов. Но поддержка городских властей будет эффективна только в том случае, если дольщики будут действовать сообща. На встрече, прошедшей в мэрии Самары, удалось решить еще ряд проблем. Сегодня мы договорились о том, что будет выработан единый вариант решения задачи. Очень часто в своей работе по решению вопросов обманутых дольщиков мы сталкиваемся с тем, что люди не могут консолидировать свою позицию, выбрать единый подход, единый вариант решения задачи. Очень важно сегодня, что есть взаимопонимание между людьми. Теперь дольщикам предстоит определиться с инвестором, заключить контракт и начать строить свои долгожданные квартиры. Я очень надеюсь, что через два года мы уже вас сможем пригласить на наше новоселье. Мария Ваткина, Алексей Золотенков. События. Малоэтажная застройка на вертолетке не нарушит уникальный природный ландшафт. Для жителей Сорокина хуторов в следующем году построят новую дорогу. Все эти вопросы задавали главе города жители во время встреч в Красноглинском и Кировском районах. Дмитрий Азаров вместе с представителями профильных департаментов провел выездное совещание. У нас дом где будет? А дом у нас вот туда, вот ближе. Малоэтажное строительство планируют разместить недалеко от знаменитой вертолетки. Корректная застройка улицы Ветвистой не создаст препятствий для приезжающих на вертолетную площадку самарцев и гостей города, заверили главу города проектировщики. Дмитрий Азаров интересует, не отразится ли строительство на уникальном природном ландшафте. В этот склон вы оставили? Здесь мы не застраиваем, мы его оставляем. Вот он у нас, вот зеленая зона как раз. Зеленая зона где? Вот здесь внизу? Да, и внизу, и вот здесь, где мы вот стоим. Вблизи вертолетки планируют построить 26 трехэтажных жилых домов. Это более тысячи квартир. Город получит новые квадратные метры без ущерба природе. Также в микрорайоне построят детский сад на 140 мест, три магазина, автостоянки, спортивные и детские площадки. В Красноглинском районе Самары живет более 85 тысяч человек. Территория активно застраивается, население растет. Закономерно возникает вопрос захоронений. Жители Сорокина Хуторов живут вблизи кладбища, что доставляет им некоторые неудобства. На встрече с главой города люди обсудили проблему транспортной доступности поселка. Самая удобная для жителей Сорокина Хуторов дорога идет по улице Демократической, практически по краю погоста. Мы просим, чтобы огородили дорогу, чтобы кладбище не распространялось, чтобы вот эта вот рекреационная зона осталась, лес остался рекреационным. На встрече договорились дорогу вдоль кладбища сохранить. Вокруг нее уже начали возводить ограждения. Жители беспокоятся, что при монтаже забора будет затронута их земля. Дмитрий Азаров указал подчиненным, чтобы работы вели строго по границам участка, занятого кладбищем. Строительство капитальной дороги вместо проселка начнется в следующем году. К лету работы планируют закончить. Лариса Шалафаст, Артем Сулайманов, События. К снегопадам Самара готова. В этом году на зимнюю уборку дорог в областной столице направят 900 миллионов рублей. Для обработки городских дорог и тротуаров подготовили 4 тысячи тонн противогололедного реагента, более 5 тысяч тонн соли и почти 50 тысяч тонн песка. Для очистки улицы от снега и наледя привлекут до 300 единиц спецтехники. Кроме того, по данным городского департамента благоустройства, город заключил договоры с рядом крупных предприятий, которые в случае необходимости будут готовы предоставить дополнительные машины. Городскую технику уже на 90% переоборудовали для работы в зимний период. Из 303 единиц привлекаем к работе в зимний период, 254 единицы уже переоборудованы для работы в зимний период. То есть практически работа закончена. Кроме того, у нас уже заключены договора и соглашения с предприятиями ТСКБ «ПРОСГРС», ПЖРТ, «Моторостроитель». В случае необходимости эти предприятия будут тоже нам выделять дополнительную технику. Бывший главный архитектор Самара Виталий Стадников остается в команде мэрии и продолжит работу в качестве советника главы города. Он и дальше будет заниматься реализацией проектов в сфере градостроительной политики, направленных на сохранение культурного и архитектурного наследия исторической части города. Меняется формат, в котором я сотрудничаю с администрацией. То есть данная должность – это не чиновничья должность, соответственно, у меня гораздо большее поле для деятельности, в том числе проектной. И в то же время я имею возможность прямого контакта с первым лицом, и, соответственно, для меня это было чрезвычайно важно. Важная задача градостроительной политики сегодня – наведение порядка в сфере уличной торговли. Киоски должны гармонировать с общим обликом областной столицы. Более 4 тысяч незаконных ларьков вывезли с улиц Самары за последние три года. На Авроре вместо несанкционированного рынка появится бульвара на Гагарина, уже благоустроенная пешеходная зона. Новую схему размещения киосков и их внешний вид обсудили на комитете городской думы. В гармонии с городским пейзажем торговые павильоны должны органично вписаться в архитектурный вид города. Самарские власти разрабатывают не только схему размещения киосков, их внешний вид тоже изменится. Предполагается, что в каждом районе у торговых павильонов будут свои особенности – особое цветовое решение и дизайн. Кроме этого, специалисты предлагают не просто установить на улице отдельно взятый киосок, а создать вокруг него торговую зону. Мы не говорим, что необходимо все полностью зачистить и убрать всю торговлю и весь малый бизнес с улиц. Потому что мы понимаем, что предлагать торговые места в чистом поле ставить не имеет смысла. Они как раз должны быть там, где есть максимальная проходимость населения. Планируется, что к реализации проекта привлекут бизнесменов. Закупать и устанавливать торговые павильоны планируют за счет средств бизнесменов. Проект «Единая схема торговых точек» обсудили на заседании комитета по экономике в городской думе. Депутаты поддержали инициативу городских властей. Это будут временные сооружения. Им будет выделяться земля в аренду на ограниченное время, не так, как сейчас на 5-6 лет дали. И они будут законны с точки зрения поддержки именно этих торговых точек городской администрации. В новых павильонах будет не только комфортно находиться как продавцам, так и покупателям. Также должны быть созданы все условия для хранения товаров. А это уже дополнительные гарантии качества. Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Артем Сулайманов. События. Самара все ближе к Европе. До конца недели на улице города появится 20 новых современных контейнеров для сбора мусора. В Октябрьском, Железнодорожном и Советском районах они предназначены для раздельного сбора отходов. Контейнеры установят на деньги инвесторов. Многие предприятия региона заинтересованы в переработке вторсырья. Из 570 алюминиевых банок, к примеру, можно сделать велосипед. А из пластиковых бутылок банковские карты и даже запчасти для ракет. Но установить новые контейнеры полдела многие ленятся сортировать мусор и кидают его в общую кучу. Разъяснительные беседы с жителями будут проводить волонтеры. Мы собираемся общаться с жильцами, рассказывать, зачем это нужно и какая польза. Будем жильцам листовки давать и лично общаться с ними. Возможно, что-то повесим, какие-то плакаты, фиши. Нарушителей правил благоустройства наказывают рублем. Общая сумма штрафов уже составила 24 миллиона рублей. Больше всего нарушений в сфере ЖКХ, благоустройства и содержания территорий, соблюдения тишины и покоя горожан, а также в сфере потребительского рынка. Напомню, в феврале Самарская губернская дума по инициативе главы города Дмитрия Азарова внесла в областной закон поправки, ужесточающий наказание за нарушение правил благоустройства. Так, нарушение порядка производства земляных работ должностным лицам вместо 5000 рублей будет стоить 25 тысяч, юридическим вместо 20 тысяч 500, а за повторное нарушение – миллион рублей. Глава города поручил применять к нарушителям самые высокие штрафные санкции и плотнее сотрудничать с городской прокуратурой. Зарплаты бюджетникам возрастут, в полном объеме сохранятся расходы на жилищно-коммунальный комплекс. Хотя доходная часть бюджета Самары в следующем году сократится, социально важные статьи расходов урезать не будут. Проект главного финансового документа на ближайшие три года обсудили самарские депутаты, члены молодежного парламента и общественного совета при Самарской городской думе. В приоритетах – социальная сфера и ЖКХ. В следующем году доходы бюджета Самары сократятся на 3 миллиарда рублей из-за изменений в федеральном законодательстве. Несмотря на это, финансирование основных направлений урезать не будут. Городские власти собираются активно привлекать средства из вышестоящих бюджетов. Кроме того, часть расходов на дошкольное образование возьмет на себя область. В 2014 году особое внимание будет уделено решению задач по реализации указов президента Российской Федерации в части повышения заработной платы отдельным категориям работников бюджетных учреждений, обеспечению доступности и качества предоставления муниципальных услуг, подготовке к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года на территории города Самара. Проект бюджета на 2014 и два последующих года обсудили Общественный совет и молодежный парламент при Самарской городской думе. Общественники выступили со своими предложениями о поиске дополнительных источников поступления средств в городскую казну. Если выйти с инициативой перед самой Государственной думой, областной думой, обведением налога на необоснованный рост цен в сфере продуктов питания, в сфере розничной торговли, в сфере оптовой торговли. Мы будем рассматривать вопросы касаемые бюджета на своих заседаниях, в заседаниях комиссий. И будем участвовать в обсуждениях совместно с общественным советом, вносить инициативу. В целом, проект будущего бюджета получил положительную оценку. Надо отдать должное городским властям, которые стремятся сохранить все социальные расходы и социальные обязательства перед гражданами. Жилищно-коммунальная сфера также будет продолжать финансироваться в полном объеме. Это тоже очень важно, потому что у нас город обладает изношенными сетями. На комитетах самарские депутаты начнут обсуждать проект бюджета с 1 ноября. К этому времени главный финансовый документ должен поступить в Думу. Марина Кравцова, Алексей Золотенков, События. К другим темам. В связи с терактом в Волгограде в Самаре усилены меры безопасности на общественном транспорте. Водители и кондукторов призывают быть бдительными. Весь транспорт после каждого рейса тщательно осматривают, чтобы в салоне не было посторонних предметов. Пассажиров просят сразу сообщать о подозрительных находках. В Самарском метро также усилена работа подразделения транспортной безопасности. Метрополитен патрулирует усиленные наряды полиции. Пожар в центре Самары на пересечении Самарской и Маяковской. Средь бела дня загорелся частный дом. Деревянную постройку теперь вряд ли можно будет восстановить. Жильцы без крыш над головой не останутся. Их дом и так шел под снос. Только не все соглашались переехать в новые квартиры. О пожаре на стройплощадке расскажет Валерия Квасневская. На пересечении улиц Самарской и Маяковской загорелся частный дом. На место пожара сразу прибыло семь пожарных расчетов. Я шла с остановки, смотрю, черный дым. Сильно большой. Я думала, здесь строители что-то начали, потому что будки поставили уже строительные. А потом, когда зашла во двор и зашла вот сюда, к нам, в стройку, я увидела уже огонь. Здесь стояла соседка, уже вызвала пожарную. Огонь потушили за полчаса. Жители не пострадали, дома никого не было. Крыша сгорела полностью, уцелела лишь одна комната. С декабря прошлого года жители этого квартала начали расселять, чтобы освободить стройплощадку. Не все согласились переехать в те квартиры, которые предлагали застройщики. Это дом единственный, который остался на стройке. Газ и электричество у него отрезали еще в начале осени. Мне на пятерых человек, сыну 29 лет, будет бабушке 74 года, предлагают трехкомнатную на всех. Две девочки на моем вождеве не находятся. Одной 17, другой 16 лет. Трехкомнатная. Вы представляете, как? Почему я должна бабушку, старушку взять к себе? Она, наверное, заслужила за все это время. Причину пожара предстоит выяснить экспертам. Предварительная версия – неосторожное обращение с огнем. Валерия Квасневская, Алексей Золотенков. События. Врачи больницы Калинина выполнили уникальную операцию. Это шаг вперед в лечении пациентов с болезнью Паркинсона и мышечной дистонии. В грудную клетку пациенты имплантировали специальную коробочку. В ней электроды, которые посылают импульсы в голову. Таким образом происходит воздействие на разные области мозга, благодаря чему налаживается двигательная активность. По время установки электродов самое главное – правильно найти ту зону, в которую мы хотим ввести электроды. И мы осуществляем всевозможный контроль. Это и рентгенский контроль, и навигационные оборудования, и нейрофункциональный контроль. Поэтому достаточно долго идет операция, около 4-5-6 часов. Стоимость операции более миллиона рублей, но для жителей Самарской области бесплатно. В этом году планируется провести две такие операции за счет средств ОМС. Но потребность региона – полсотни операций в год. Болезнью Паркинсона в основном страдают люди пожилого возраста. Для недуга – характерные двигательные нарушения и психические расстройства. Они просто делали и не думали о наградах. В Самаре в 16-й раз проходит акция благородства, организованная областным союзом журналистов. За эти годы ее лауреатами стали более 400 человек. Руководитель группы студентов-добровольцев из Самары, которые помогали жителям Хабаровска восстанавливать свои дома. Спасатели из Новокуйбышевска, которые спасали людей во время взрыва в поселке Нагорный. Это номинанты акции благородства 2013. Прятались они за машинами, и двух человек они вывезли. Но это вот самое раненое. То есть его когда привезли, вот нашего героя Алексея, когда его привезли, врачи сказали, что еще минут 20 он немного полежал, и все, он уже не поднялся. У нас в этом году еще раз делись акции «С любовью к губернии». И появилась именная новая у нас номинация имени генерала Александра Синафальникова. Это та номинация, которая была для правосиловидов. Тем временем Самара продолжает готовиться к Мундиалю. Заблудившиеся болельщики на территории губернии смогут ориентироваться с помощью мобильного гида. Специальное приложение для телефонов и планшетов разработают к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Турист сможет видеть на карте не только свое местоположение, но и своих друзей. Специально к Мундиалю в Самаре будет создан и колл-центр. Иностранные гости смогут связаться с операторами, которые на пяти языках проконсультируют их по любому вопросу. Кроме того, мобильный гид поможет связаться с экстренными службами. Сейчас приложение существует в тестовом режиме. А пока скачивайте мобильное приложение телеканала Самара ГИС и смотрите нас круглосуточно на экранах своих смартфонов и планшетов. Впереди вас ждут еще новости экономики и прогнозы от экспертов о ситуации на российской бирже. А у меня на этом пока все. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!